Сердей, боже, в кого я превратился? Да, боже, просто посмотрите, как красиво. Ну, блин, это кавай, это тупо кавай какой-то. Всем здоров, дорогие друзья, с вами FOMIX, и, наконец-то, вышла долгожданная Нинакуни Cross Worlds. Игруха вроде корейская, но на два дня раньше корейского релиза, она релизнулась именно в Тайване. По настройкам ни хера не понятно. Что-то я не могу понять, тут есть настройки графики или нет. Ладно, хер, с ним, давайте начнем. Я выбрал первый сервак. Господи, я делал обзор про эту игрушку. Игруха просто тупо стилистически очень красива. То есть я от надмарбл на самом деле многого не жду. Давайте вот первый сервак выберем. Все серваки просто забиты, к фигам, это только... Сейчас у меня 5 утра, игруха только-только вышла. Все под завязку в жопе забито. Я 417... Да ну нахер, 417 в очереди, подождите, нет. Ладно, давайте мне такого неподстребства не надо. Давайте что-нибудь. Много серваков, вот это займем. А тут я 230-й. Нормально. Боже, вот оно началось. Вот тут миленький я на самом деле играл. Немножко в Нинакуне оригинальной ПК-шной версии. Здесь типа показывают вот этих начальных персонажей. То есть вот это все попаданцы из реального мира и все они превратились в местных обитателей. Давайте, сейчас нам предстоит выбирать кого-то из этих красавцев. О боже, какой красивый мир, да. Короче, все типа выбрались на пикничок. Блин, выбор реально сложный. Ну, давайте, наверное, красавчика принца мы выбирать не будем. Он довольно, ну, типа такой себе. Я думаю, может, маленькую девочку. Ну, надеюсь, я не прослю педофилов. Серьезно. Можно маленького... Думаю, за маленького пацана. Блин, но он с ушами. Маленький пацан с ушами. Если б не уши, было бы прикольно. Бугай. И просто леди тоже с ушами. Честно, реально тяжелый выбор. Правда тяжелый выбор. Я не знаю. Почему я не могу выбрать пацана без этих стремных ушей и хвоста? Господи, ничего плохого не подумайте. Я выберу маленькую девочку. Типа мне лольки нравятся. Да, она прикольная, но она реально кайфовая. Это, короче, Кли из Геншина. Хе, только с пушкой. О, она реально милаха. Короче, она вот типа охотник. Боже, она шикарная. Мне нравится, как здесь уже трава прорисована, хотя мы еще играть толком не начали. Ну, в принципе, можно пока, ну, классы других посмотреть. Здесь даже у каждого своя анимация. Ну, это тупо мечник. Мечник самая скучная, я думаю. Класс. Поэтому, думаю, ничего интересного. Этот вроде типа охотник, он с лука стреляет. Да. Ёп твою мать, ничего себе пацан дает, господи. Ну, и буга, я не хочу смотреть. Да, давайте девочка с пушкой мне реально прикалывает. Ее выберем. По волосам. По волосам, по волосам. Настроим волосы. Волосы настраиваем. Там что-то оригинальное нравится. Ей, представляете, ей просто отдельно настраиваешь каждый глаз. Тупо цвет. То есть, ну, такая себе кастомизация. Ну, давайте, да, по приколу разные глаза и вставим. Так, как у меня карие. Макияж. Ну, чисто, сердеч... Боже, в кого я превратился? Ну, пусть реально будет милаха. Сердечки под глаз поставлю. Так, ее можно чуть повыше сделать. Да, золотая середина. Все, погнали. Я, может, потом на стриме переигра... О, да, мы, короче, вернулись в реальный мир. Ну, точнее. Мы же все-таки попаданец. И начинается это все дело в нашем родном городе. О, тут прям технологичном городе. Тут все в киберсне. Это, видимо, как САО. То есть, дополненная реальность. Нас отправляют вот и в мир. Ёпс. Боже, реально красиво. Просто красиво. Надмарбл на самом деле делает такие стереотипные ммшки, но, слушайте, пока это еще вселяет надежду. Ну, появляется типа проводник, который нам говорит, что, ну, рассказывает местные правила, правила местного мира. Опа. 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 Она превратилась из голограмма в реального человека. Охереть. Слушайте, слава богу, озвучка японская. Ух. Игра на тайском, но хотя бы озвучка японская. Слава тебе, господи. Уже радует. Что-то не так. Что-то происходит. А, да. Я помню, по сюжету читал, что тут действительно какая-то странная фигня происходит. Поэтому это вроде как игра, но тут все оживает. То есть, это все как будто превращается в реальный мир. Что-то такое. И мы, короче, потом типа не сможем выбраться. Тут заглючило, и мы теперь застряли в этом мире. О, блин, какой зверек. Хе-хе-хе. Офигеть. Все королевство в огне. Жопа. Полная задница. Ладно, странная хрень. Я тебя в первый раз вижу, но я пойду за тобой. Так. Давайте вот это нажмем. Хе-хе. Тут, ну, тут как обычно, злой дракон. Самое интересное, я все до сих пор не начал играть. Дайте мне уже поиграть. Я все, ролик смотрю. Он, конечно, крутой. Ну, все, давайте двигаться. Блин, обалденно смотрится. Так, ну, нам надо как-то... Давайте пойдем по лестнице. Мне это очень напоминает пока что Скайрим. Где тупо город в огне, вокруг летают драконы. Опа. Там вдали прям мощная битва идет. Какой-то рыцарь. Оставим, бросим его нафиг. Вообще маленькая девочка. Я думаю, все нас должны защищать и спасать. А! Ну, ладно, у нас есть пуха. Ща малая всех загасит. Так, сразу три скилла. Давайте посмотрим, что за скиллы. Ну, это, я, короче, говорю, кли на максималках. Или на минималках, как он удобней. А! Битва какая-то немножко. Здесь, по-моему, будет все-таки автобой. Я все не понимал, здесь есть автобой или нет. Здесь нон-таргетовая система. То есть, цель автонаводится. Я думаю, вполне возможно, здесь автобой будет. О, боже, это какая-то принцесса и какой злодядька. Злодядька хочет захватить ее королевство. Но она не сдается. Ой, прям Сейлор Мун. Но пришла маленькая девочка и всех победит. Я думаю, принцесса в нас сейчас увидела избранную. Не так кажется. Офигенный маскот, боже. Он как, ну, это место Паймон будет. Естественно. Че он умеет? Кинула в нас камень, который, видим, мы должны будем хранить, чтобы сохранить королевство или силу, или пофиг. И вот мы телепортнулись. Мы, видимо, телепортнулись от того самого места, где он нас сожрал. Он спрятал нас в себе, боже, прикольно. Все, наконец-то это, видимо, мы прошли пролог, и мы в открытом мире. Мы взяли тот самый камень принцессы, и теперь мы предоставлены сами себе. Да, боже, просто посмотрите, как красиво. Так, подождите, я могу вот это дело приблизить. Просто потрясающе. Слушайте, даже если это как выльется в какую-то стандартную ММО-ху, уже вот эта стилистика с лихвой все компенсирует и побеждает все какие-то стандартные ММО-хи. То есть, просто тупо играть в это очень приятно. Так, я, кстати, да, могу прыгать. Так, ну, автоходьба хотя бы, да, автоходьба стандартная есть. Но я думаю, без этого никак. Давайте пока пропускаем диалоги. Естественно, я не знаю тайского языка. Короче, нам пока надо куда-то двигаться. Пойдем за этим летающим хомяком. Да ладно? Там вдали, видимо, какое-то королевство. Боже, нет, честно, очень невероятная стилистика. Просто красиво. Этот хомяк хочет завести нас куда-то чаще. Глубоко. О, тут маленькие вот эти пикси. Как их называются, я не помню. Ну, они все смешные. Ладно, идем за вот этими странными фигнями. Там какая-то древняя дверь. Сейчас что-то откроется. Оу. Давай еще одна дверь. И мы уже где-то хрен пойми где. Он похож на белого псайдока из покемона. Или смесь псайдока и пикачу. Блин, такие милые зверюхи. Я реально девочку выбрал только потому, что это немножко даже казалось, как какая-нибудь Алиса в стране чудес. По крайней мере на первых порах. Мы опять нашли что-то волшебное и загадочное. Слушайте, вот прям реально ощущение сказки. Я... Ну, и на нас напали монстры. Ну, ладно, давайте махаться. Нас кто-то спасает. Псайдока. Спасла какая-то девочка. Девочка. Че с ее носом? Ладно, давайте теперь махаться. Благо, у нас откуда-то все равно это ружье. Автобоя пока еще нету. Автобоя пока еще нет, поэтому просто расстреливаем. А, она, кстати, не сразу наводится, поэтому многие скиллы, если действительно самому не направлять, они попадают мимо. О, босс! Маленький босяра! Давайте этого пукляша замочим. Какой ты жирный! Своей жопой падает. Так, прыгаем отсюда! Серьезно, да, если, блин, не навестись, то она мажет. И это бесит. То есть, ну, скиллы авто наводятся, но как будто не сразу. Все, расстреливаем до конца. У нас огнемел же есть еще. Забили. А теперь наше имя. То есть, нас только сейчас спросили, как нас зовут. И, конечно, маленькую девочку зовут. Мать твою, Фомикс. Брутально ничего не скажешь. А! Да! Мы все это время, видимо, охраняли яйцо. Здесь было яйцо. Теперь давайте его отнесем. Здесь одна из фишек игры. Мы можем подбирать предметы и нести их. То есть, это, знаете, уже механика, ну, не знаю, как в зельде. Ну, во многих мобильных ммо такого нету. Мы не можем брать с пола предметы и просто тащить их в руках. Это фишка. Здесь это как отдельный из фишек подавали. Воу, мы, кстати, выбрались на свет. У нас уже маленькая команда. Два покемона и две девочки. А-а-а. Что? Дерево. Ну, ладно. Дерево так дерево. Оно еще и курит. Или что это у ней в руках? О, боже. Сейчас с яйцом что-то будет. Блин, офигенные ощущения. Честно, в плане вот этой сюжета даже, я не знаю, ощущения лучше, чем в Геншине. Именно в плане сюжетном. То есть, события здесь так плетены. Нормально вот эта анимация. Все везде происходят. Движутся маленькие. Господи, что за белочка? Это белочка-лучник. Ну, блин, это кавай. Это тупо кавай какой-то. Просто тупо можно умиляться всю игру. Ну, у нас, видимо, надо тоже, типа, собирать покемонов. Видимо, всего трое. И они будут формировать нашу силу. Сейчас, давайте посмотрим. Да, белка наш первый покемон. Сейчас, интересно, он с нами будет бегать? Ну, да. Теперь белка-лучник наша. Я уже не одинок. А, вот. И появляется у каждой белки есть еще скилл. То есть, смотрите, они с нами дерутся. И еще у них отдельно скиллы. Их надо прожимать. И опять же, пока еще никакого автобоя нету. Что? Прям шикарно. То есть, у нас наши скиллы. Скиллы белки. Прям вау. Единственное, все это немножко срабатывает. Не так хорошо, как хотелось бы. Идем дальше. Куда-то по лесу гуляем. Ну, мы подобрались чуть дальше к королевству. Давайте уже дойдем до отсюда. Реально, ощущение, как в Геншине. Когда, знаете, первый раз играл в Геншин. Тоже такой прорыв ощущался в мобильном гейминге. Сейчас тоже похожие ощущения. Вот именно в плане подачи сюжета и таких красок, что ли. Тоже как... Да, мы наконец вот прошли уже еще один пролог. Теперь уже появляется само название. И мы добрались до города. Кстати, этот ролик я видел. Этот ролик. Ух ты. Такие комичные, такие мультяшные. Все. Мужик дерется с котом. А буражка куда-то забрался. Ну, чисто мультик. Ну, типа просто демонстрирует нам мирный город. И мы добрались до этого города. Короче, это Монштадт местный. Центральное королевство. Видимо, столица здешних краев. О, да. И вот все. Просто куча народу с белками. Ну, у нас появился... Да, мы прошли начало. И у нас тут появился. Давайте какой-то... Вот эти вот все надмарблские хреньки, которые каждый день надо прожимать. Давайте быстренько. Пять. Куда он там сейчас попадет? Ну, мы что-то крутое получили, я надеюсь. Тут по-любому гача есть. Мне интересно, что тут можно будет за гачу выбить. О, тут новую... Сейчас нам новую покемошку дали. Смотрите, а вот и скинчики сразу завезли. Я вот этот хочу скин. Почему вот этот скин нельзя? Видимо, экипировки... Ну, внешне вот именно надо будет, конечно, именно покупать скины. Причем сразу много. Сразу... Господи, секси маленькая девочка. Ну, вы серьезно? Боже. Оружие. То есть, нам надо будет прокачивать. То есть, у каждой пушки даже разные степени прокачки. Смотрите-ка. Это реально круто. То есть, наша пушка будет эволюционировать. Вроде как. Если я не ошибаюсь. А, смотрите, у меня появился второй зверек. Но второй зверек только с 11 уровня доступен, а у меня только третий. Ну что ж, ребят, в принципе, пока что закончим. Я безумно хочу продолжить. То есть, я сейчас сразу после видоса пойду на стримовый канал. И мы, скорее всего, весь день будем задротить в Нинакуни. Потом надо будет составить нормальный такой обзор. Попробуем все детально разобрать. Но, по крайней мере, на первых ощущениях, то есть, для поначалу, игрушка пока что смотрится прям шедевральной. По крайней мере, внешне. Внешне она очень красивая. И выглядит очень многообещающе. Поэтому давайте за этим делом проследим дальше. А пока что чисто 10 из 10. Ссылка на игру в описании. А если вам зашел видос, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами, собственно, как обычно, Фомикс. На стримовом канале продолжим игру. На этом все. Всем спасибо. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok